Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Меня зовут Татьяна Вилесова. Если бы все, без исключения люди, следовали главным библейским заповедям «Не убей, не укради, не прелюбодействуй», моему сегодняшнему гостю пришлось бы менять сферу деятельности. Но, к сожалению, пока у него и его коллег хватает работы даже в нашем относительно спокойном городе. А ведь специализируются они на преступлениях против личности, тяжких и особо тяжких. Сегодня гость нашей программы – руководитель Лабытнанского следственного отдела Семен Леонов. Здравствуйте, Семен Нодарич. Город Лабытнанги далеко не самый большой муниципалитет Ямала, однако именно коллектив Лабытнанского следственного отдела показал наилучшие результаты по расследованию уголовных дел. Насколько я знаю, 40 уголовных дел завершено. Из них по 18 тяжким и особо тяжким преступлениям. Получается, что Лабытнанги – такая криминальная столица Ямала, что ли? Ну, небольшое хотелось бы, конечно, вести выяснение не по окончанию уголовных дел, а по этому показателю мы в тройке лидеров по округу, а вот действительно по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. Как в этом году, так и начиная с моего руководства с 2013 года, как я пришел в Лабытнанге, я отмечаю тенденцию, что мы всегда занимаем первое и второе место по этому показателю. То есть количество расследований тяжких и особо тяжких преступлений у нас всегда значительно больше, чем в городах с большей численностью населения, таких как Муравленко, Губкинский, Надым, Салихард. И в этом году данная цифра также была подтверждена. Но это цифра как? Это процент из того, что совершены преступления и расследована такая точность? Нет, этот показатель идет от количества оперативных сотрудников, которые находятся в подчинении отдела. То есть если у меня их двое, на них идет разделение данной цифры. Но мы все равно берем же, анализируя преступность в регионе, мы берем не от количества оперативных сотрудников, следователей, а смотрим, в том числе и по населению. Вот для примера, если у нас 18 тяжких, особо тяжких преступлений, то в Губкинском, это город с большим количеством населения, не превышает четырех данных показателей. Я не могу говорить про органы Министерства внутренних дел, какие у них показатели, но вот если возьмем по Следственному комитету, то действительно у нас лидирующие позиции и не первый год по этому показателю. А есть какое-то объяснение, почему так много преступлений, именно тяжких и особо тяжких совершается? Ну, объяснение этому трудно дать, каждый год какие-то определенные свои коррективы вносит в жизнь. Но посмотрим, если в этом году было совершено из нами оконченных 11 тяжких и особо тяжких, 7 преступлений являются преступлениями прошлых лет. То есть ранее они были не раскрыты, но в этом году наша постоянная действующая следственная оперативная группа по расследованию преступлений прошлых лет, анализируя приостановленные дела, нераскрытые дела, 7 преступлений мы смогли поднять в этом году и окончить их. И по ним уже, по большинству есть уже обвинительные приговоры, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, это сбыты наркотических средств, в сфере уклонения от уплаты налогов. Даже есть преступления, которые совершены в 2007 году, то есть уже 10 лет прошло с этого времени. А вообще сколько преступлений, которые относятся к вашей юрисдикции, с начала этого года было совершено в городе Лабутнанге? Совершено. Но окончено уже направлением в суд 55 преступлений. В настоящее время в производстве находится порядка 4 уголовных дел на 12 преступлений. Из них 5 будет тяжких и особо тяжких. То есть по состоянию на октябрь мы еще больше увеличим данный показатель работы и еще сильнее оторвемся от других муниципалитетов по данному направлению деятельности. А вот эта цифра тяжких и особо тяжких преступлений, вы говорите, что она периодически высока, она вообще меняется, то есть она растет или наоборот снижается, может быть? Или это такой показатель для нашего города, ну примерно постоянный, вот скажем там в районе, там не знаю, 100 преступлений? Если берем по вообще совершенному преступлению, я вам скажу, что в 2015 году у нас подходило к сотне, чисто по Следственному комитету. Но для опыта по количеству населения, конечно, эта цифра очень большая. Очень большая. Мы существенно обошли даже такие, как Дыра, как Надымас или Харти, там чуть ли не вдвое население больше, да. По тяжким и особо тяжким, ну, при мне, наверное, больше 30 не было. Ну, даже вот сегодняшние 18, это очень много. Но здесь, конечно, в том числе можно сказать о работе этой аналитической группы. Если у нас в прошлом году или позапрошлом году эти дела висели, они как бы не прошли, как оконченные преступления, и поэтому эта цифра не увеличилась. То есть вот эти 7 берем на рост. То есть вы все-таки считаете преступления в тех цифрах, которые обозначают раскрытые дела? Да, потому что то, что преступление уголовное дело возбуждено, это не означает, что есть налицо уже полностью оконченный состав преступления, необходимое дело довести до суда. Задача Следственного комитета, в первую очередь, объективность. То есть мы иногда возбуждаем уголовные дела, потому что той процессуальной проверки, которая имеется, ее, в принципе, недостаточно, чтобы установить объективную истину. А для нас это самое главное. То есть возбудив уголовное дело и в ходе расследования придя к выводу, что либо в действиях лица нет состава преступления, либо отсутствовало событие преступления, мы это уголовное дело прекратим. Но, по крайней мере, мы это сделаем полной объективной всесторонней. Ну вот вы говорили, что при расчете, скажем, лидеров следственных отделов берется в расчет количество сотрудников. А сколько сегодня вы будете на английском отделе? У меня два следователя, заместитель и я, это оперативные сотрудники, которые полностью обслуживают. То есть вас четверо? Нас четверо на весь город. И сколько уголовных дел приходится на каждого примерно? Ну, в этом году 2,6 ежемесячно. Вот мы берем два уголовного дела, 6 десятых, это если в цифрах. А так, конечно, нагрузка. Но у нас нагрузка одна из самых высоких в округе по находящимся в производстве, уголовным делам, по оконченным производствам делам. Если возьмем, то среднероссийский показатель 1,4, лоботнаги 2,6. Практически вдвое, да? И при этом вы еще умудряетесь получать такие звания, как лучший следователь. В вашем отделе, насколько я понимаю, в принципе нет таких сотрудников, которые хотя бы раз не стали бы лучшими следователями в нашем регионе, либо в регионах, где работали прежде. Вот каким образом? Чем больше работы его, тем больше стимул, что ли? Или как получается? Ну, абсолютно право. Абсолютно право. У меня в подчинении находятся три сотрудника оперативных. Каждый из них становился лучшим следователем. Один в Курганской области, один в Тюменской области. И вот в 2015 году уже в Ямал-Невском округе мой сотрудник признал лучшим следователем. Действительно, у нас в настоящее время подобран коллектив, исходя из специфики работы. То есть, каждому следователю определенная своя роль в ходе расследования уголовных дел. Есть следователь, который занимается экономическими преступлениями, где необходим определенный склад характера, определенная усидчивость, внимательность именно к мелочам, цифры, перечисления. Здесь не каждый сможет с этим справиться. Это считается у нас элитой нашей работы, когда человек всецело может быть экономические преступления, налоговые, зарплата, коррупция. Допустим, наш старший следователь, именно им было окончено, наверное, шумевшее коррупционное дело по Лукушу Василию Васильевичу в получении взятки. Причем он это сделал настолько профессионально, что представители Генеральной прокуратуры по совещанию дали высокую оценку и объективности, и всесторонности данного расследования. Также в его производстве находились очень серьезные уголовные дела в сфере уклонения от уплаты налогов. И вот дело налоговое, которое было окончено, я думаю, что очень мало альтернативы по округу можно такому уголовному делу найти. То есть у вас каждый специализируется на чем-то, что ему ближе, и это дает нам свои плоды? Да. Я же смотрю, и в том числе и склад характера. Профессиональные навыки у всех одинаковые. То есть они в принципе могут, каждый из сотрудников, выполнить любую поставленную задачу. Но кому-то это будет сделать проще в определенной статистике, в связи со складом характера, в опыту, кому-то это будет более тяжелее. Поэтому у нас введена специализация, в том числе у нас специализация и по преступлениям прошлых лет, и преступлениям против несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними, тяжкие, особо тяжкие. Где тоже необходима определенная специфика и общение с детьми. Следователь-экономист, следователь-педагог-психолог, грубо говоря, ну такие какие-то качества вы тоже в себе разыскиваете. Ну конечно. А вот есть такое понятие, как профилактика преступности. Но я понимаю, можно профилактировать, например, дорожно-транспортные происшествия, нарушение правил ПДД. Можно каким-то образом воздействовать на сознание людей с точки зрения соблюдения правил пожарной безопасности. А как можно вести профилактику тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, например? Вообще возможно ли это? Ну, возможно. Ведь одна из главных задач правиложеннолетних это предотвратить, а уже потом пресечь, и чтобы виновное лицо понесло ответственность. Ну, анализируя не только, наверное, ямальский опыт, но и свой курганский опыт, я приду к выводу, что исходя из статистики общения, конечно, главное зло, которое толкает людей к совершению преступления от алкоголя. В большинстве случаев тяжких и особо тяжких преступлений против личности, против половой неприкосновенности, даже против детей совершается состояние алкогольного опьянения. На территории нашего города это в основном. То есть алкоголь у кого-то снимают, и стрессоустойчивость, кого-то пускают. Не зря говорят во все тяжкие алкоголь пускают. Вот мы видим, что есть. Но на территории города нашего хочу сказать, что, конечно, система той работы по профилактике, которая ведется, она действительно колоссальная. Если мы берем опыт, мы работаем в другом регионе, то там, в принципе, такого даже рядом не было. Но есть положительные сдвиги в этом направлении. Мы расследовали уголовное дело недавно, и в ходе допросов сами уже стали выяснять, когда человек говорит, что я там поехал еще купить алкоголь, я два часа ночи, потом покупает этот алкоголь, выпивает его, едет его, останавливает сотрудники и проходят органов, и он совершает в отношении них преступление. Нахарист в состоянии алкогольного опьянения. Не продавая бы этот магазин дважды ночи алкоголь, исследователей этого преступления бы не было. То есть какие-то нарушения не влекут другие? Взаимосвязь всегда есть. Всегда есть. А вообще, кроме убийств, тяжких телесных повреждений, вы уже сказали, что вы занимаетесь расследованием дел о незаконном обороте наркотиков. Несколько лет назад, когда Россию захлестнули просто курительные смеси, эта тема была на слуху у всех, и в том числе в городе Лабутанге, и в том числе с участием подростков, школьников. Вот сегодня остроту этой проблемы удалось снять. Как-то изменилась ситуация в этом отношении? Ну, конечно, по школам 15-16 год было очень много преступлений, совершенных детьми, в том числе сбыта наркотиков, хранение наркотиков, и были выявлены несовершенненные, которые употребляли эти наркотики. Я не стал бы связывать ситуацию по наркопреступности, исходя из статистики, что это невозможно. Наркопреступность, она в том числе латентная преступность. Очень много людей, которые употребляют наркотические средства, в том числе курительные смеси, марихуану, коноплю, о которых в принципе или не знаешь, или узнать практически невозможно, если они там не делятся информацией, но они же есть. То есть какие-то успехи в борьбе с преступностью, в мире статистическими показателями я бы не стал. В этом году мы заканчивали действительно преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, но они все совершены были в прошлом году. В том числе и одни из бытов наркотиков в крупном размере были совершены даже в 2015 году. Учитывая, что это наша не основная специфика, больше не занимаются органы внутренних дел, то я бы не стал как-то здесь давать положительные, отрицательные оценки или как-то оценивать в принципе накопреступность в целом в городе, по крайней мере. Я считаю, что она есть, с ней надо бороться, и мы еще о многих вещах не знаем, и расслабляться ни в коем случае не стоит, тем более в свете ликвидации наркоконтроля. Ну, здесь, наверное, вот мне кажется, вот в этом как раз вопросе просто определяющую роль профилактика играет. Нет? Потому что, ну, когда мы стали массово узнавать о том, что подростки не просто употребляют наркотики, но считают это, в принципе, возможным видом заработка, мне кажется, ну, это какое-то изменение в психологии. Нет? Потому что, ну, на мой взгляд, всегда считалось, что тот, кто торгует наркотиками, он намного хуже того, кто эти наркотики принимает. И вот так ситуация резко поменялась. Это вообще возможно изменить, переломить такую психологию? Ну, психологию, думаю, можно переломить только в голове каждого человека конкретно, конкретными мерами и конкретными методами. К сожалению, не на всех действует вот эта общая превенция, да, когда мы давали, в том числе, и средства массовой информации, интервью, где люди получают, ну, по 16 лет получают люди, которые там продают 0,5 грамма курительной смеси. Вы представляете, что такое, да, 0,5-0,5 грамма, это просто ничтожное малое количество, и получить срок в 16 лет за это, ну, какая еще нужна, по крайней мере, приметь со стороны Уголовного кодекса, когда за убийство у нас людей столько не получают, никогда за первое. А так работа по конкретному, только по конкретному человеку, когда становится известно, что он либо склонен к совершению наркопреступности, либо склонен к употреблению наркотиков, и вот частная работа в отношении него может помочь. Общая превенция, общая профилактика действительно помогает очень многие люди, многие люди, кому-то это неинтересно абсолютно на него, знаете, там, можно его профилактировать, можно не профилактировать, ему это, в принципе, неинтересно, эти наркотики, а для кого-то это, любые методы профилактики могут не подействовать. Поэтому это дело каждого абсолютно. Ну, я хочу, чтобы мы с вами подчеркнули, все-таки, вы не зря сказали, да, о таких больших сроках, то, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, они относятся к категории тяжких и особо тяжких, и вот здесь, ну, малую роль играет, скажем, возраст. Если с 14 лет наступает у нас уголовная ответственность, то человек, несмотря на то, что он там вроде бы школьник и вроде бы ребенок, он будет отвечать за такие поступки по всей строгости закона. Правильно ли я тебя понимаю? Всей строгости закона до 10 лет. То есть максимальное наказание для несовершеннолетних 10 лет. Представляешь, что такое получит 10 лет, 16 лет. У нас были ситуации, наверное... Это больше, чем половина прожитой его жизни. То есть это вот может быть... Ну, конечно. Я вам приведу пример, его, наверное, нельзя было бы показать никогда по телевизору, но это пример, наверное, настолько профилактический, да, я буквально расскажу про него, когда я еще работал в другом регионе, и мы направили дело в суд, парень ему 15 лет было. Так вот ему дали когда 7 лет за картины, когда его там правоохранительные органы в судебное заседание под стражу просто отрывают от матери. Ну, даже я, присутствуя в суде, заканчивая это дело уголовное, ну, знаете, без слез не посмотришь. И это, ну, действительно, такая шоковая терапия как для ребенка, так и для матери. И, наверное, вот такие примеры, их нельзя показывать. А может быть, наоборот нужно? Ну, может и нужно, но нельзя. Но вот такие примеры, вот они настолько глубоко в душу залазят, настолько глубоко бьют по психике, что, наверное, они каждого заставят задуматься. Ну, еще одно важное направление вашей работы, это борьба с коррупцией. Вы говорили о том, что следователи, которые ведут такие дела, это, ну, самый, скажем так, элитный профессионал. Да, вообще для города Лабытнанги эта тема актуальна. Ну, скажем, мы знаем там, вот какое-то громкое преступление, которое произошло два года назад. А вообще, вот, скажем, ежедневно, там, ежемесячно у этого специалиста есть какая-то нагрузка? Чем приходится заниматься? Нет, нет, конечно. То есть, начиная с 2015 года ежегодно у нас совершаются громкие коррупционные преступления. Они все освещены средствами массовой информации. Это и в 2015 году, и в 2016 году были серьезные мероприятия по задержанию лиц по причастным коррупционным преступлениям. Я не хотел бы, чтобы борьбу с коррупцией превращали в охоту на ведьм. Понимаете, в борьбе за показателями можно наворотить такого, что поэтому необходимо в этом отношении подходить очень щепетильно и серьезно. Ведь сообщения о коррупционных правонарушениях или преступлениях мы очень часто видим и в обращениях граждан, когда приходит, их умозаключение о том, что данный чиновник или данное должностное лицо причастно к коррупции. Проверяешь, ничего подобного абсолютно нет. С чем это связано? Ну, люди некоторые неправильно оценивают те или иные действия должностных лиц. Если возьмем те дела, которые у нас были, коррупционные, то больше года шла оперативная работа. То есть, это и прослушивание телефонных переговоров, и слежение. Больше года. Только до того момента, пока это стало, допустим, рассекречено. Потом еще год шло следствие. Это очень большая работа, и количество томов уголовных дел на счету 20-30 сотни томов. Вы представляете, какой это объем работы необходимо выполнить. Поэтому к этим моментам мы должны готовиться, и мы готовимся щепетильно, долго, и тратим на это все свои силы. Ну, вы так меня заинтриговали, то есть, получается, что все-таки в городе Лоботнанге по-прежнему есть коррупция? Нельзя говорить, что она есть. Если мы возьмем регионы России, южные в том числе, то я, наверное, скажу, что вот там есть коррупция, без абсолютного зазрения совести, что она там есть повсеместно, во всех органах, во всех лицах практически. В том числе, и граждане сами виноваты, что эта коррупция существует, потому что именно они дают деньги, средства, подарки, сами находят этих чиновников, тех же, правоохранительных, чтобы как-то найти с ними диалог. Потом же они же жалуются, что вот коррупция захлестнула. В этом смысле в городе Лоботнанге другая немножко ситуация. в плане психологии людей, которые, скажем, не дают и не предлагают взяток. Абсолютно. Нет, я же не могу говорить, что там в головах у каждого человека. Кто-то может быть и... Вы так на сравнении просто, может быть, какая-то... Нет, я на сравнении даже по обычной бытовой жизни, как все это происходит, о разговорах людей. Мы часто, в том числе, ездим по различным регионам, в том числе, по своей деятельности. Вот недавно у меня сотрудник вылетал в Дагестан и приехал, рассказал, допустим, как там все это выглядит. Сам я тоже езжу очень много по регионам. И она, если и присуща коррупционной направленности жизни, то ее видно сразу. Здесь, конечно, этого нет. Я думаю, что не лишним будет напомнить, что закон ведь определяет коррупционерам не только того, кто берет взятку, но и в том числе того, кто эту взятку пытается дать или предлагает. Давайте напомним о видах наказания для коррупционеров. А для них такая же, как и для тех, кто получает взятку. То есть, в зависимости от суммы взятки, за законы или за незаконные действия, она и пропорциональна. То есть, она может быть, как и преступление относится к небольшой тяжести. У нас сейчас так называемая мелкая взятка, взяточничество до 10 тысяч рублей. Там, конечно, и сроки абсолютно другие. А если мы берем взятки тысячи, возьмем 6 миллионов, то там и также до 15 лет лишения свободы, дача взятки и получения взятки. Я думаю, что все-таки большинство людей представляет работу следователей, но основываясь на сюжетах и кино. Как бы часто не произносили сотрудники правоохраны с экранов телевизоров, что в кино показывают абсолютную неправду, все равно, мне так кажется, что мы, судим по Глебу Жигову и Володе Шарапову о вашей работе. У вас, кстати говоря, есть свой любимый какой-нибудь фильм о работе следователей? Который был бы близок к нашей работе? Ну, может быть, он вам просто нравится, хотя там абсолютно неправда, а может быть, он как раз-таки отражает действительно... Ну, мой любимый фильм, наверное, вы уже правильно сказали, да? Место встречи. Место встречи нельзя, его много раз смотрел, он очень интересный и разобран уже на цитаты. Что-то современного кинематографа, тех же сериалов, нет, ничего неинтересного не смотрю. Неправду показывает. Ну, абсолютно. Вообще, почему, да, я обратилась к киношной теме, потому что первое, что приходит на ум, это глухарь. И название знаменитого сериала, и я думаю, что все люди понимают, что глухарь – это такое уголовное дело, которое, ну, либо практически невозможно, либо очень сложно раскрыть. Мы с вами говорили о том, что как раз вот показатель раскрываемости преступлений прошлых лет – это один из тех показателей, который также вывел Лабутнанский отдел вот в лидеры Ямал-Ненецкого автономного округа. А можете об этом подробнее рассказать? Вы назвали уже одно из самых давних уголовных дел, да, 2007 года. А какое, может быть, уголовное дело было наиболее сложным, может быть, каким-то самым необычным, которое пришлось раскрыть? Да, знаете, наверное, в этом году мы сработали действительно хорошо, и в этом направлении никакой-либо сложности я не вижу. Ну, почему-то, скажем, 10 лет не раскрывалось это уголовное дело, а в этом году вдруг так звезды сошлись или занялись новые люди этим? Может быть, знаете, говорят у следователей, есть такая поговорка, если ты зашел в тупик в расследовании, то либо начни все заново, либо положи дело в сейф, пусть он там недельку полежит, вылежится, когда ты его заново вытащишь, уже в голове надо немножко отдохнуть, знаете, ты когда... Свежий взгляд. Да, вот, особенно головоломки, ты приходишь в тупик, ты же не мучаешься, пока у тебя не лопнет голова, ты убираешь, а потом к тебе приходит решение. Так и у нас, когда-то, 10 лет назад, следователь, может, зашел в тупик. А мы не можем говорить об этом уголовном деле, о чем оно? Ну, по нему, еще нет приговора, поэтому пока, наверное, нет. Вот. Когда мы поднимали архивы, смотрели, ну, увидели, что в современных реалиях ничего сложного для этого нет, и судебная практика уже могла сложиться по-другому. Направили, попробовали, все получилось. То есть это тот случай, когда всему свое время получается, да? Бывают, да, такие случаи. Сейчас же раскрывается убийство 90-х годов, начало 2000-х годов. Мы сейчас ведем работу по убийствам в моем отделе 2004-го года, и мы, есть такое ощущение, что мы где-то рядом уже по расстрете убийства женщины, совершенное уже 13 лет назад. Есть уголовные дела, даже убийства 2006-го года, где мы активно ведем розыск подозреваемого, в том числе на территории других государств, и практически на территории другого государства остановили, где он находится, его место жительства. А прошло уже 11 лет, но мы ведем эту работу практически ежемесячно, получаем отчеты из Интропола, и напрямую связаны с коллегами из этого государства, и думаю, что мы, ну, еще немного времени, и мы его установим, и найдем. Мы не сможем его экстрадировать на территории России, но у моего отдела имеется уже опыт передачи уголовных дел в другое государство, и у нас уже есть обвинительный приговор на территории другого государства за совершение преступления против половой неприкосновенности женщины, совершенное в 2006-м году. То есть, спустя 9 лет лицо получило целослуженное наказание, которое должно было быть еще на территории России 10 лет назад. опыт у нас есть, и мы работаем в этом направлении. А вот возвращаться к событиям минувших дней, это как бы вас заставляет рабочий порядок, то есть закон-то требует, чтобы вы занимались этими делами, или это какая-то установка такая личная, что нужно, чтобы за нашим отделом не сохранялось чего-то нераскрытого, неясного, все так или иначе тайное должно стать явным? Во-первых, мы действительно ориентированы на данное направление деятельности, а с другой стороны ведь убийство человека, несмотря на то, что по особо тяжким преступлениям есть определенные сроки давности, но для нас их нет. То есть, раскрыть такое преступление, которое подошло 10, 12, и 15 лет назад, это дело действительно дело чести, и когда такие дела раскрываются, вот это высший пилотаж профессионального мастерства. и мы получаем, не поверите, настолько колоссальное удовольствие от нашей работы, когда вот такие дела мы поднимаем, что его просто не передать, вот это дает новый стимул к работе, стимул не останавливаться и постоянно совершенствоваться. И вот эта аналитика, которая ведется, действительно очень очень сложно. Ведь спустя 10 лет иногда поступает информация по тем или иным убийствам, ее нужно привязать к конкретному уголовному делу, проверить, проанализировать. И эта работа не видна, потому что дела приостановлены, никто ее не видит, но она ведется, и она действительно колоссальная. И вот эти результаты они показали все это. Вы знаете, мне это сегодня не просто удивительно, но очень приятно слышать. Я хотела вас спросить о профессиональной деформации. Почему-то, мне кажется, так неуместно будет звучать вопрос. Хотя все-таки спрошу. Для многих профессий характерно такое понятие, как профессиональная деформация. Это врачи, пожарные, следователи. Ну, наверное, просто невозможно без этого работать. Мне кажется, просто невероятно сложно было бы заниматься расследованием таких тяжелых уголовных дел, если все пропускать буквально через себя, через душу, через сердце. Тем не менее, наверное, судя по тому, как вы рассуждаете, ничто человеческое исследователям не суждое, ни чувство сострадания, ни жалости, может быть, гнила наоборот. Какие преступления вас, как человека, наиболее всего затрагивают и даются труднее всего именно в эмоциональном плане? Если такие есть? Убийство детей, убийство и изнасилование детей. То есть, вообще, преступления против детей? Ну, преступления против детей разные бывают, где-то они там, мама по попе шлепнула, это тоже преступление считается. А вот в моей практике были убийства целой семьи, включая шестилетнего ребенка, и вот эта картина, она навсегда отложила определенный отпечаток в моей жизни. Вот, после рождения моего ребенка, допустим, для меня это еще более тяжело, потому что ты всегда пропускаешь через призму в том числе и твоей жизни, твоей семьи, и потом это все переносится в том числе взаимоотношения с ребенком, с супругой, это воспитание, но да, это самое сложное, особенно вот и в том числе изнасилование детей начинаешь уже это не должно быть в профессиональной деятельности, но ты уже как отец начинаешь осуждать, и все это проецируешь в том числе на своего ребенка, как бы ты себя чувствовал, но это дает определенные силы, и меньше хочется спать ночью, когда работаешь по таким делам, когда ты себя это воспринимаешь. А это не мешает на взаимоотношения с человеком, совершившим преступление, где-то тоже, наверное, опасная такая грань, когда ты испытываешь какую-то... Профессионализм следователя именно заключается в том, что несмотря на то, кто перед тобой находится, какой человек, ты должен из общения с ним, из работы с ним, проведения следственных действий с ним получить максимум объективной информации. В моей практике был случай, вот опять же, придут от убийства этой семьи, когда находишься на месте происшествия и просто видишь ужасную картину, ее просто не передают словами, то, конечно, у тебя эмоциональные качества, они захлестывают в твой профессионализм и начинаешь дико ненавидеть человека, который это совершил. Но когда начинаешь работать с этим лицом, и если ты сможешь эмоционально отодвинуть стороны, ты получишь результат. Если же ты будешь эмоционально как-то перехлестывать, тебе это будешь... Ну, всякое бывает в реальной жизни. Человек может закрыться, и ты не получишь ничего от него. А ведь именно то, почему он совершил это преступление, как он это совершил и для чего, и является нашей работой. Если же он ничего не будет говорить, ну, да, будут признаки, что это он совершил, будут доказательства совершения его преступления, но мы никогда не узнаем зачем и почему точно. Поэтому необходимо... Это тоже важный вопрос. Это абсолютно важный вопрос, потому что установление именно объективной истины. Это задача номер один. Не просто раскрыть преступление, но и установить, почему оно было совершено, какие причины и условия этому способствовали, можно ли предугадать эти причины в последующем. Всегда для меня является пример работы одного известного следователя еще во время 90-х годов, когда по рабочей с Чикатило, несмотря на совершение таких преступлений, подойдя к данному преступнику, он настолько нашел с ним контакт и практически не обнял его, что расположило лицо совершившее преступление к общению с этим следователем. И это помогло к установлению еще ряда преступлений, в том числе найти закупанные трупы жертв. Положительный эффект, положительный, и на таких эффектах необходимо учиться. Поэтому я своих подчиненных ориентирую, что никто бы не был перед тобой, был ли бы это депутат, было бы это лицо без определенного места жительства. Каждый из них достоин нормального отношения к себе, уважения как к человеку, и методология должна быть у всех, конечно, разная, к работе с разными людьми, и нас этому обучают, но через уважение в том числе к обвиняемому ты добьешься всегда больших положительных успехов в работе с ним, нежели если это уважение этот человек не будет чувствовать. Поэтому это важно. А если профдеформацию берете, но я уже года три как перестал с друзьями разговаривать о своей работе. Видимо, я ее уже пережил. Хотя нам трудно ее избежать, потому что находясь с 8 часов до 9, до 10 на работе, выходные на работе, наверное, трудно о чем-то другом говорить, кроме как о ней, потому что ты другого ничего особо не видишь. Это тоже, кстати, определенная степень профессионализма, когда ты умеешь общаться с людьми на другие темы, не только о своей работе. Меня даже стало немного раздражать тема моей работы вне ее. Потому что уже самому надоело. И мой мозг должен немного отдыхать. Хотя раньше, особенно первые годы службы, мне это нравилось, и мы только на работе не разговаривали. Причем, учитывая, что все мои друзья связаны с моей работой. Я предлагаю, нам давно уже пора заканчивать, все-таки предлагаю вернуться к вопросу о профилактике преступности. Мне кажется, что какие-то пожелания, может быть, наставления от главного следователя города Лабутнанги, они должны определенным образом заставить задуматься некоторых наших телезрителей, может быть, о своих поступках или о каких-то намерениях. Вот что бы вы сегодня сказали нашим телезрителям? Не проходить мимо. Никогда не проходить мимо. не просто не проходить мимо совершения какого-то преступления, не проходить мимо во всем, во всем, что может помочь людям. Бывают, люди проходят мимо, когда какой-то назревает конфликт. Проходят мимо, забывают о нем. А хоть и от этого конфликта умирают люди. Не пройдя ты мимо, сообщи в правоохранительные органы, к примеру. Ведь можно было спасти жизнь не только судьбу того, кто станет потерпевшим, но и судьбу того, кто совершит это преступление. Преступление совершается в результате стечения многих факторов и обстоятельств. Исключи один фактор и преступления не будет. Ну и отдельно, конечно, по алкоголю. К сожалению, несмотря на всю эту борьбу с этим алкоголем, недобросовестный предприниматель продолжает его продажу вне установленной законом временные сроки. Я не понимаю таких людей. Неужели действительно наживы настолько серьезные из этих пару проданных бутылок в ночное время, которые приведут, обязательно приведут и уже приводили к совершению тяжких, особо тяжких преступлений, к кибели людей, к совершению изнасилований. Настолько они обогатят этого человека, что он позволяет себе такие действия. И мы, наверное, сейчас еще более сориентируемся в этом направлении и будем выходить на все необходимые органы, чтобы данных лиц лишали лицензии. Их предпринимательская деятельность в связи с этим была затруднена до того момента, пока они не поймут, что так делать нельзя. Ну и всеобщая борьба с алкоголизацией, к сожалению, в нашем городе она уже привела к такому масштабу, что у нас очень много нелегального алкоголя. вот в ходе совместных мероприятий с органами МВД нами в одном из гаражей было изъято 250 литров коньяка и спирта, который потом реализовывался нашим жителям, жителям других районов. Несмотря на то, что алкоголь по ГОСТу был качественный, но ведь это большой объем, который прошел мимо, который люди употребляют, о котором даже мы и не знаем. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами сегодня были услышаны. И мне безумно приятно еще раз повторить, что вы руководите все-таки отделом, в котором работают лучшие сотрудники Ямала и который доказывает ежегодно то, что он имеет право называться лучшим в округе. И мне все-таки хочется пожелать вам, чтобы у вас, у ваших коллег было меньше работы и меньше таких поводов для наших с вами встреч. Спасибо. Я надеюсь, что вы к нам еще придете. Уважаемые телезрители, я напомню, что посмотреть программу «Тема» вы всегда можете и в интернете, на нашем сайте по адресу www.lbt.defis.tv.ru мы дублируем все выпуски. А быть в курсе событий можно, подписавшись на наши группы во всех популярных социальных сетях. На сегодня это все. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!